привет это то вам но не совсем по теме игрушки но не могу не поделиться как-то уж слишком за дело как вы понимаете я сейчас нахожусь в айбере в магазине стикеров понятно что тут много лучше бесплатные новые и коллекции но как правило всегда идет в лучших в лучших в начале тут всегда и новинки и бесплатные платные понятно что мы все любим стикеры мы их обновляем так или иначе мы ими пользуемся потому что это удобно это радостно это немножко детство напоминает и одной картинкой можно передать кучу разных эмоций но получается зная вот это наше человеческое качество обмениваться такими емкими картинками и это получил огромное распространение к нам начинают пролезать из-под воль как говорится из-под колоды и посягать на наше святое и так незаметно понимаете и так казалось бы не навязчиво вот в массе вот этого всего а ведь пролезает я вам хочу показать где чтобы вы обращали на это внимание чтобы знаете ушки на макушке потому что если мы не будем отслеживать эти моменты то нам полностью подменят наши ценности которые уже частично подменили и от этого страдает вся страна все государство а из-за этого страдают люди а люди не понимают что происходит потому что к ним пролазит потихонечку вот смотрите я буду говорить самое простое всем известное хотя я уже школу давно закончила но кое-что у меня все-таки в голове осталось и так я вам буду показывать два стикер пака вот как раз они на 2 на 2 верхних строчках это урок литературы и читай классика оба бесплатные то есть может скачать любой смотрим хотя если платный может любой посмотреть естественно вот казалось бы я сейчас просто быстро вот тут какие-то картинки да в мультяшном виде но давайте будем смотреть внимательно а что же нам рисует не совершая ошибку но насколько я понимаю это связано с булгаковым возможно я ошибаюсь и обратите внимание что все персонажи вот у всех красные носы видите вот я сейчас пока не говорю абсолютно у всех нас и красные и даже у женских персонажей понимаете вот даже ах оставьте насколько я понимаю тут ахматова нарисовано тоже с красным носом красный нос это что красный нос это нос пьяница это нос алкоголика редко у людей бывает так вот кровеносные сосуды что вот нос такой красный есть ли такие люди но это единицы как правило у всех есть определенная стандарт мнение красный нос это значит выпивший человек смотрите значит уже все наши классики они все что алкоголики вот из подволь понимаете казалось бы можно не обратить на это внимание но уже идет маркер уже идет неправда дальше ну великий могучий ну вроде как нормально да вот сила ну не могу не согласиться но не был хороший нормальный дальше курить бросим яд в папиросе что самое интересное вот вроде бы слова правильные до такой вот лозунг слоган но при этом человек нарисован с сигаретой с папиросой и нос красный понимаете вместо того чтобы нарисовать хорошее что-то положительное при том что написано правильно картинка идет неверная неправильная картинка идет а у нас запоминание у нас 80 процентов визуально у всех людей мы 80 процентов получаем через глаза информации мы может быть слова не запомним а картинку у нас в глазах остались смотрим дальше я к вам пишу чего же боли ну ничего страшного придраться не могу нормально перо чернильница дальше идет мир лев толстой опять с красным носом условно похожий можно понять что это толстой мир да но вот как бы мира война тут видите получается как бы два стикера война и мир мы же все знаем это произведение огромного этого монстра который нам нужно осилить по литературе и вы понимаете абсолютно неправильная трактовка уже название потому что война и мир это совершенно не то как можно сказать ведь я надеюсь вам объясняли на уроке литературы что понятие мира это не то что мир дружба жвачка а понятие мира это понятие общества то есть как война влияет на общество ну вот назвали раньше говорили вот в миру что-то происходит это значит в общество они в плане того что как мы понимаем мир это значит нет войны мир это между государствами мир между это людьми хорошие отношения раньше говорили мир это как бы понятие света вот понятие того что происходит вокруг пространство можно сказать вместе с людьми и отношения может сейчас это по-другому трактуем даже раньше нам не всем об этом говорили а вот у нас это уже начинает делить и при том мир вы видите что показывает толстой он показывает в виктория это победа и свобода вы уже понимаете что уже неправильно идет под слова не мир что уже подменяет из-под воль понятия пытаются внести какое-то совершенно другое понимание другой оттенок другой смысл я понимаю что у нас есть слова которые могут употребляться в разных смыслах имеют разные значения но сакраментально тот же слово понятие ключа ключа ключ дверной обычный ключик до ключ это в плане родник ключ это может быть как идея какая-то ключик к решению какой-то проблемы то есть это какой-то в плане выхода в плане идея понимаете вот ну самое простое можно еще поспоминать эти слова кстати тоже зарядка для ума очень хорошее вот видите уже наш великий и могучий уже начинает шататься смотрим дальше гоголь на дне но голова он как бы так призадумался но вроде как бы сильной придраться на что-то но а что сказано что мы хотим сказать этим что ой я оказался вот да ну да я оказался вот в печали но хорошо нос то зачем делать красным не оказался в нехорошей ситуации но опять таки на дне смысл был совершенно другой идем дальше смотрим ты жива моя старушка ну если не насколько я понимаю опять же красный нос опять обращаю внимание но да у нас было так что и все из этих вышел указанных на руси можно и могли выпить но извините пили не до алкоголизма единицы из них которые но вот в разнос и более того это нам сейчас так представляют что вот совсем было разнос почему не говорят о том что были целые области губернии которые отказывались от выпивки они избивали они изгоняли и из своих мест тех людей которые приносили которые торговали выпивкой которые производили эту выпивку почему люди тогда понимали что это зло что это зло для будущих поколений более того что дети рождаются больными неполноценными в чем-то считаете что уродами а уроды плодят уродов может быть я утрирую но это можно показать по статистике это медицинское исследование это все это не просто слова а люди это понимали они наблюдали как какие дети рождаются у тех кто пьют у тех кто пьет как они потом развиваются как они вносят свой клад в общество как долго они живут насколько они работоспособны насколько они сообразительны умы насколько у них ум здравый и люди это понимали а куда делся сейчас наш ум почему мы на это не обращаем внимание почему у нас идет такая пропаганда алкоголя и курение и несмотря на то что на каждой пачке сигарет написано курение вредит вашему здоровье или на этикетке с алкоголем тоже написано это ведь не решение проблемы дальше я вернусь опять же озорной гуляка нас показывает не лучшее качество например есенина нарисовать на фоне русских березок русского поля вот то что он прославлял на фоне родины да вот как-то родину обозначить а тут а гуляка кутяка выбирают какое-то одно качество человека которое было может быть у него присущий и ставит его во главу личности а следовательно если это главное качество вот этого автора то получается это же не лучшее качество человека то понимаете а раз он как человек представлен не лучшим качеством следовательно и все его творчество тоже она как бы приобретает печать не лучшего качества приехали а все так чуть чуть потихонечку казалось бы а смешно ничего страшного а вы понимаете вот смысл рекламы я свое время проходила трехдневные курсы ну по рекламе потому как писать бизнес-план такой был вот мы целый день сидели и обучались как писать бизнес-план что нужно учитывать нас делили на команды мы должны были свои проекты представить более того правильно рекламировать там собрать деньги в общем честно говоря очень познавательно и кое-что я оттуда взяла и использую в своей жизни так вот там я услышала очень интересное определение рекламы для чего вообще реклама нужна казалось бы туда вбухиваются огромные деньги вот едет транспорт на боку там троллейбус или автобуса там какая-то большая реклама какие-то слова и какой-то телефон там какое-то название мы говорим да человек же не успевает даже иногда прочитать это название да тем более тому же про телефон и вообще молчу когда мы кто списывали какие-то телефоны с борта транспорта но сейчас можно сфотографировать раньше-то телефонов не было реклама была раньше намного и нам там сказал преподаватель вы понимаете реклама она должна вам визуально напоминать вот вы 10-15-20 раз увидите вот какую-то рекламную картинку ваш мозг ее запомнит и придя в магазин когда вы станете перед выбором вот у вас вам нужно что-то купить тот же стиральный порошок вот у вас есть пять или шесть наименований вы выберите тот который вам визуально знаком ту картинку которую встречали вы чаще может вы не знаете насколько он хорош может рядом порошок дешевле но лучше но вы о нем ничего не знаете и не каждый будет читать и состав порошка тем более состав порошка подчас нам ничего не скажет нам нужно нужно простирать этим порошком и мы выберем тот порошок на который нам реклама говорила он стирает лучше всех а мы раньше люди это доверяли телевизору или кроме смита все что сказано это значит правда и у многих людей до сих пор это действует и работает и вы понимаете картинкам нам напоминают вот сколько раз придет вам та или иная картинка она у вас засядет там мозгу я бы вообще напрочь вот эти стикер паки ну удаляла я не знаю какой матери или даже чтобы была возможность пожаловаться на содержание а я в вайбере не могу даже как пользователь пожаловаться на содержание того что нам предлагает то что он втюхивает понимаете в общей массе и втюхивается же почему мы на это не обращаем внимание я даже пожаловаться не могу как например по крайней мере на том же ю тубе дальше видите сколько идет вместе сколько тут всего прилеплено это не просто так и вот тот кто рисует подобные картинки он это все просчитывает вернее заказчик тот кто рисует ему что сказали то и нарисовал за это деньги заплатил но есть люди которые берутся за все лишь бы заплатили деньги им все равно что рисовать а те кто это заказывают это все просчитывают они просчитывают реакцию они понимают как это работает они манипулируют сознанием людей они пытаются формировать это сознание выдавливая общечеловеческие ценности удавлю выдавливая наш славянский менталитет задумайтесь об этом пожалуйста будьте внимательны таки к таким вещам если вы это замечаете то дано вас это уже не будет работать так но вы по крайней мере какие-то маркеры галочки себе ставьте вот смотрите дальше ну не свой свой нос на что обращать внимание да у гоголя был длинный нос мы это знаем по картинам но и по его портретам ну ну такая анатомия у человека ничего страшного и как говорится к нам едет ревизор что мы смотрим к нам едет мы что видим мы видим на гоголя маску ужастика это самое главное что мы можем сказать о гоголи мы видим его большой опять-таки красный нос с надписью несу свой нос на что нам обращают внимание у классика великолепного классика который великолепные произведения написал на его внешность вы понимаете опять переключает внимание если это такой юмор и стёб то извините надо знать меру и надо знать грань где можно а где нельзя едем дальше кому на руси жить хорошо без вопроса правильно а вопрос то там был задумаемся и начинаем сомневаться да а на самом ли деле хорошо жить на руси опять смея подколодная что мы дальше видим мы дальше видим пушкина александра сергеевич и что мы видим выпьем с горя с крошкой пива да вы что ребят вы в своем уме вот рисую такие картинки думайте думайте что вам хотят сказать и вспомните откуда эта фраза кому она была обращена от опять нам врут нам подменяют наши понять и что самое удивительное опять же посмотрите как расположены стикеры кому на руси жить хорошо и выпьем с горя подсознательное кодирование подсознательные уловки нлп нейро лингвистического программирования понимаете ведь не просто так два стикера ряда сомнения и выпивка и более того мы сомневаемся сомнение так понимаю наверно это не красов если я правильно определила то тут же такие великие люди да такие авторитеты а получается что они предлагают выпить с горя до как будто у нас все так плохо а что реально все так плохо а что трудно посмотреть новости посмотреть что происходит в стране как страна развивается внимательно информацию посмотреть ни на одном канале идем дальше примус подчиняю ну вот понятно бегемот булгаков мастер маргарита но тут ну пока я ладно но примус подчиняю примус подчиняю но тут ничего страшного на мой взгляд может быть я чего-то еще и не заметила великий комбинатор но остап бендер тоже понятно мы знаем что великий комбинатор но красный нос а вы вспомните простите остап бендер даже если вы вспомните фильм где там он хоть раз сильно пил я чуть такого не припомню у него был великолепный ум да он был великолепный комбинатор показан персонаж как он мог придумать тут можно только восхититься как он использовал скажем пробелы системы чтобы использовать их но скажем так на свое обоглащение за счет других это уже другая вещь ну мы видим с красным носом понимаете опять таки даже свойства смекалки которые присущи русскому славянскому народу она как бы не сводится ну пьянные да какая блин да какая там смекалка какая там комбинация да пьянчушка да и все вот какое какое послание от этого идет она на подсознательном уровне проходит вы подчас можете это даже не отслеживать как говорится где суслик ты его видишь нет а он есть смотрим дальше коня на скаку остановит женщина русская в кокошники сильным накачанными мышцами но с красным носом да у нас что бабы на руси пили более того вроде как списано был похожий плакат женщина вот с кулаком с этим но то что тут нарисован вы меня простите вообще-то это визуальное изображение они пошел бы ты на три буквы вот часто вот так вот показывают вы понимаете что вот тут нарисован нарисовано матерное слово если кто-то это не знал это определенный жест ну многие этого не знают и это используют это делается нормальным а смешным и ничего страшного да и то что на самом деле погано нам делается нормой вот таким образом нам подменяют дальше идем знакомые все лица а к чему вот эта фраза на фоне желтого кружка просто сама по в себе знакомые все лица это когда что-то пришло но желтый кружок это что не хорошо не плохо не зеленый не красный непонятно что просто внимание просто остановка абсолютно не в тему фраза из литературы но представлена как-то не как идем дальше ну и опять с очень интересным рядышком стикером все смешалось кони люди бедная несчастная буму на которой нападает конь все смешалось кони люди вы знаете какая ассоциация ассоциация что это постель ноги из постели как мы рисуем ноги руки до непонятно что тут могут быть очень такие интересные ассоциации как у нас смена пола идет как у нас тут однополые браки как у нас идут однополые пары это может быть но как это проталкивается как это рекламируется а нам это делают нормой а ведь это для для нас не норма но нам это представляет вот таким образом а вы посмеетесь да все смешалось кони люди там об одном а нам то что говорилось в произведении о несчастье о том какая какое месиво происходит когда на поле сражений на поле битвы что это страшно а нам тут а что-то постелька какая-то облачка какой-то какой-то смешок разве можно над этим смеяться вы понимаете и тут бедное несчастным ему бежит от этого опять же утопили собачку только собачку жалко а человеке мы не вспоминаем тут и намека нет на причины того почему пришлось утопить собаку в чем причина этой трагедии тут говорится только о собаке а человек за кадром человек тут ни при чем муму смотрит на кого муму смотрит на коня человека что человек человек получается как конь лось намек козлы вы все те которые используете эти стикеры опять же подсознательно понимаете издевка когда начинаешь думать думаешь ну в какой же мир я попала что вот такое такая низкопробная такая понимаете абсолютно наплевательская на чувства людей на эмоции людей вот берут их используют цинично нагло высоко мер на дальше смотрим на деревню дедушки и опять бутылка опять пропаганда что мы можем послать на деревню дедушки только выпивку или мы можем поехать на деревню дедушки только побухать иначе это никак не рассматривается но великолепный лозунг что красота спасет мир вы посмотрите насколько он издевательский обыгран насколько красота не сводится только на то что это уровень салона это женщина нарисована в уродском виде да мы можем посмеяться как выглядит часто используют это такое да страшно как мы до женщины используют маски до женщины огурцы кладут на на глаза потому что они разглаживают морщины и кожа становится гладкой да это все помогает но вы понимаете есть какие-то вещи которые делаются не для обозрения всех это все равно что заглядывают как человек сидит в туалете за дверью да он занимается физиологическими потребностями или как он чистит зубы или как он себе прыщики выдавливает это что рисовать это показывать надо да мы каждый это все делаем но это не то что нужно рисовать показывать и говорить что вот именно эта красота а ведь красота совсем в другом и вы понимаете что не сводит красоту только на внешнюю какие-то параметры женщин 90 60 90 не если не попадаешь ты уродка если у тебя ноги не от зубов все ты не котируешься ты не красота ты не красота более того что красота покупается и продается потому что услуги спа-салона очень даже не дешево а если ты делаешь это дома опять-таки очень даже не дешево идем дальше что нам стикеры покажут кто первый опять пушкин опять красный нос металлическая золотая цепь и с надписью first 1 до простите а какое имеет отношение английское слово к нашему русскому поэту разве наш александр сергеевич пушкин когда-то кичился или он вот так вот кичливо одевал на себя золотые цепи как новые русские одевали и пальцы веером держали было у нас 90-х таких чем больше на себя золото нацепишь чем типа так круче и вы понимаете под что подписывает пушкина пушкина ставит в этот ряд человека который вообще далек был от таких вещей как вот презентовать себя показывать что вот он такой типа крутой он никогда туда не лез его вставить в этот ряд даже ассоциировать это дикость глупость несосредственная настолько далеко там даже примете даже улыбнуться нельзя это просто издевательство смотрим дальше поднимите мне веки да но с произведения гуголя вей ну вроде как можно посмеяться мы видим маску ну ну вроде такой вот юморо юморю юморек опять же ну ну хорошо оставлю этот стикер ну пусть он будет из разряда некого юмора не буду тут придираться оставлю смотрим дальше хохо подмигивают не знаю кого тут нарисовали но не знаю но опять-таки женщина с красным носом с правой стороны муза моя сердечко моя муза ну ладно допустим вот три вот этих стикеров серединке автор жет это понимает опять-таки автор из персонаж автор и с мастера и маргариты болгакова понятия рукописи не горят когда момент когда художник автор он сжигает свои рукописи может быть слева нарисована маргарита который ему подмигивает когда он сжигает вот эти рукописи хохо часто напоминает икс рисуется как поцелунчики ну а дальше вы знаете так больно вот автор жет вот давайте разделим да вот картинка и то что подписано автор жет вот это такой слоган который у нас часто вот получается возникают сейчас в сети такие слова которые выдумываются да они часто удобные прикольные да они коверкают язык но они как-то они приемлемы в чем-то они ну там там есть хорошее среди этого попадается и плохое но некоторые есть хорошее вот автор жет это как бы идет понятие что автор тот который пишет или все он говорит какую-то такую жутко прикольную вещь ну ну вообще он типа крут ну ну типа чувак дает можно так еще перевести эту фрозу но вы понимаете понятие жет это же не сжигает в прямом смысле а тут взяли и сказали что вот взяли и напрямую нарисовали автор сжигает а поскольку автор жет у нас идет понятие что типа ну чувак круто говорит ну типа чувак вообще там или тот кто говорит он ну вообще типа монстр ну это вообще то автор жет может иметь разный смысл может иметь как и плохие как и хорошие смотря в каком контексте написано но если считать это как хорошее это что получается что у художника у литератора у писателя трагедия что он сжигает собственное произведение собственного ребенка а мы тут издеваемся вот этой фразы я считаю что это жуткое кощунство иначе это ну никак не определишь постерегитесь пожалуйста употребляя вот этот стикер дальше а мне наплевать ну я понимаю это Маяковский и где бабки ну кто нарисован выбила выбила как у нас персонаж ой который убивает старушку простите сейчас меня перемкнуло это уже идут эмоции вот смотрите а мне наплевать да не наплевать на Маяковскому не было с красным носом Маяковскому наплевать на что наплевать если человек говорит мне наплевать значит он самоустраняется значит его не беспокоит ни чьи судьбы ни своя судьба ни судьба близких ни судьба родных ни судьба своей родины ни судьба своего государства а мне наплевать я не буду ни во что вмешиваться лозунг такой да а вы делаете что хотите а я самоустраняюсь вы извините за кого за белых или за красных вы как-то определитесь господа товарищи малые и большие вы на чьей стороне вы за что вы за беспредел или за то чтобы было нормальное будущее у вас и ваших детей вот это будущее сейчас куется через вот эти картинки через вот эти слова через вот эти вот мемы через вот это соединение и подмену если мы это используем значит мы губим свое будущее потому что мы рубим сук на котором мы сидим мы начинаем сомневаться в своих корнях в том что было веками в том что наше было в наших предках в нашей родне в нашей генетической линии в наших культурных ценностях и понятиях в нашей нравственности а нам пытаются колебать нашу нравственность наши корни я опять повторяюсь а нам что на это наплевать задумайтесь сделайте правильный выбор я уже молчу за последний стикер где бабки вы понимаете какое издевательство а у нас же бабки слово это деньги что где деньги за то что человек стоит с топором он хочет он убивает ему деньги за это платят тут вообще жутко много разных негативных плохих отрицательных моментов вложено я бы это все нафиг перечеркнула вот смотрите на то чтобы объяснить вот эти картинки которые вы секунду просмотрите пару секунд и дальше пойдете кто-то будет использовать кто-то не будет а стикер бесплатный понимаете я объясняю 40 минут может быть кто-то меня услышит может быть вы поймете как нужно внимание обращать я уже сейчас наверное буду вторую часть писать на другой стикер пак но не сказать я не могу это очень важно это очень очень важно я вам очень сильно не используйте этот стикер пак более того если вы используете вы объясните или хотя бы другим кому-то покажите что на самом деле происходит первая часть закончена а я и в в в в в в в в Продолжение следует...